Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить про вывески. Вот как часто вы обращаете на них внимание? Кому-то они нравятся, кого-то они раздражают, но есть нормы и правила, которые всем необходимо соблюдать. Вот сегодня об этом мы поговорим с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска Андреем Кролевецким. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте! Тема действительно крайне интересная. Я, например, путешествую по разным городам России, обращаю всегда внимание на вывески, как они сделаны. Мне, конечно, нравятся отдельные районы Москвы и Питера, как это все деликатно, насколько они незаметны. И я обращаю внимание на дома, увешанные вывесками в провинциальных городах, в том числе и в Благовещенске. Я уверена, что эта работа, она такая небыстрая. Вообще, когда она началась, когда занялись вопросом вывесок, в том числе? Работа ведется давно. Отправной точкой явился 2019 год. 18 июля 2019 года было принято судьбоносно для нашего города решение Благовещенской городской думы 58-70 об утверждении правил благоустройства города Благовещенска. То есть назовем эту дату как именно отправной для нашей своей работы. На самом деле работа проводилась значительно ранее. То есть несколько лет мы изучали опыт Российской Федерации в первую очередь. Правила благоустройства города Москвы, дизайн-код, как модно сейчас говорить, города Москвы. И на его основе, в том числе, взяв лучшие практики по Российской Федерации, приняли наши правила благоустройства. То есть есть правила, соответственно, теперь нужно сделать так, чтобы их как-то начали внедрять все. Поэтому с 2019 года работа ведется и окончание, я так понимаю, ей пока не видно. Конечно нет. Это работа разноплановая, это работа очень кропотливая и сложная. Она связана и с работой администрации, она связана и с работой частных предпринимателей, юридических лиц, проектировщиков, застройщиков, дизайнеров. То есть это действительно очень сложная работа. С одной стороны, есть правила, как это все делается. С другой стороны, наши здания, они уникальны. И каждый раз нужно подобрать и красивую вывеску. То есть требования, изложенные в правила, это общие рекомендации, как должно быть. Но именно требования. А уже красота вывески, ее оформление, ее, скажем так, приспособленность к месту определяется именно дизайнером, проектировщика. Мне как визуалу, например, очень заметны сейчас дома, которые уже соответствующим образом приведены в порядок с красивыми лаконичными вывесками. Но я понимаю прекрасно, что предприниматели, у них тоже свой резон есть, они хотят выделиться, их задачи именно в этом. У них может быть свой фирменный стиль, у них может быть свой взгляд на эти вывески. Я понимаю, что у вас возникают проблемы из-за этого. Ну вот смотрите, конечно, каждый предприниматель хочет выделиться, но лаконичная вывеска, как вы правильно сказали, она привлекает внимание. То есть, если эта вывеска красиво оформлена, лаконичная красиво оформленная вывеска, она и будет привлекать внимание, чем яркая и кричащая. Чаще всего вот этот визуальный шум, который существует, он раздражает. Раздражает жителей. То есть, говорят, ну зачем это повесили? Кто это разрешил? И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда появляется стиль у здания, когда на здании все вывески выполнены в одном стиле, это действительно красиво, это привлекает внимание. И как показывает практика, а практика не только нашего города, туда чаще заходят люди. То есть, они видят, что это уже стильно. То есть, мы туда заходим, потому что это правильно, это хорошо. То, что касается фирменных наименований, таких вот сетевых, скажем так, вывесок, здесь тоже очень важный момент. Опять же, чтобы эта вывеска была не давлеющей, небольшой. То есть, вывеска может выбиваться немножко по цветовой гамме, назовем так. Но это цветовая гамма, потому что фирменный стиль, опять же, какой-то организации. Но если эта вывеска установлена, вывешена, размещена в размерах у определенных правил, вопросов нет. Мы сохраняем и согласовываем такие вывески. Я знаю, что могут, в принципе, предприниматели, которые находятся, например, в рамках одного здания, как-то договориться между собой и тоже создать какой-то свой стиль. Это возможно? Конечно. Опять же, два момента. Первый момент. При строительстве здания застройщик делает паспорт фасада здания, где указывает, какие вывески, где размещаются вывески, то есть места размещения, и указывает, какие размеры этих вывесок. Дальше предприниматель, купив коммерческий объект, он, соответственно, строго в соответствии с этим паспортом размещает вывеску. Это первый вариант. Второй вариант. Существующее здание, несколько собственников, они заказывают проект, приходят к дизайнеру, заказывают проект, приносят нам на согласование, мы согласовываем, появляется красивое здание. Новые магазины, которые сейчас открываются, компании, которые вешают вывески, они обязаны согласовывать их сейчас? Да, они обязаны. То есть, в принципе, замена вывески, размещение вывески, создание нового здания. Это все, опять же, фасад здания согласовывается с администрацией города. Согласование – это процесс длительный вообще, сложный? Ну, не более 30 дней. У нас сейчас разрабатывается регламент как раз по согласованию размещения вывесок. Там срок будет значительно меньше. То есть, это, в принципе, процедура простая. Наверное, сложнее работать с теми, кто уже работает, у кого уже есть вывески, и объяснить им, что им необходимо поменять, в этом есть резон, вот тут сложнее. Давайте расскажем, какие методы убеждения у вас есть? Ну, самый простой, скажем так, метод убеждения – это, конечно, опыт. То есть, мы показываем, что это уже есть в городе, мы показываем те здания, которые пошли по замене вывесок и приведению и в соответствии с правилами благоустройства. Мы показываем, как это может выглядеть, даем сравнение. И 98% предпринимателей соглашаются. Это очень хороший цифра. Это очень хороший показатель. Из 400 с лишним заявлений, которые к нам пришло на согласование, мы завернули обратно, как несоответствующие правилам, всего 14. Вот это да. Это показатель вот только этого года, что называется. Далее, хотелось бы обратить внимание, что когда предприниматель, он же тоже житель города, он идет по городу и видит, что заляпанное, простите, вывесками здание, и когда оно очищено и смотрится, оно совсем по-другому смотрится. Оно нагляднее демонстрирует наши вот эти, скажем так, хотелки и пожелания. Тем не менее, есть сложные объекты, я знаю, особенно торговые центры, большие, где много собственников, где как раз огромное количество вывесок, еще и фасады яркие, у нас такие здания тоже есть. Вот с ними совсем все сложно? Нет, не так, не совсем все сложно. С ними работаем. Есть такое понятие, как осознание необходимости это сделать. То есть у нас в области есть центр развития территории. Мы с ними очень хорошо взаимодействуем. И ребята из центра развития территории помогают нам как раз по разработке, дизайн-проектов торговых центров. Как раз они берут на себя вот эту сложную работу по проектированию, размещению вывесок, там, цветовой гамме и так далее и тому подобное. Дальше уже проще. Мы уведомляем предпринимателей о том, что уважаемые, есть такой дизайн-проект, он существует, он разработан. Приведите в соответствие. И дальше работа с каждым персонально. И когда потихоньку меняются вывески, потому что чаще всего кто-то сменил, допустим, сферу деятельности, съехал, появляется новое, он должен согласовать. Появляются новые вывески, но они вынуждены приводить соответствие. То есть неизбежно новички будут уже с новыми вывесками. Есть второй вариант. Он в городе реализован. Реализован уже два раза. Назовем так. Это два объекта, стоящие друг напротив друга. Не могу сказать, потому что... Ну да. Чтобы не рекламировать. Я уверена, горожане так знают. Да, знают и видят. В микрорайоне. Выдам военную тайну опять же в микрорайоне. Вот. В этом случае был разработан дизайн-проект. И все предприниматели, со всеми предпринимателями была проведена работа. В одном случае именно с предпринимателем, во втором случае с владельцами. И на одном здании полностью заменили все вывески, привели в соответствие с дизайн-проектом. На втором постепенно это ведется. То есть определены места и вывески начинают меняться. Андрей Анатольевич, какой срок есть у предпринимателя, когда он получил вот уже вот это предписание, уведомление? То есть что можно дальше делать? Первый срок, который мы указываем, это в порядке месяца, чтобы предприниматель отреагировал. То есть либо он принимает решение и дает нам обратную связь, что да, я берусь и там к такому-то сроку я сделаю. И второй вариант, опять же, по его просьбе, мы удлиняем этот срок. Ну, до полугода, иногда до 9-10 месяцев. Все зависит от финансов, сложности вывески и так далее и тому подобное. То есть предпринимателям не стоит затихать, им стоит вступать в диалог, потому что все равно неизбежно этот вопрос можно как-то решить, договориться. А иначе, я так понимаю, есть и штрафы, да? К сожалению, да. То есть это, как не печально говорить, да, существуют штрафные санкции за несоблюдение правил благоустройства. То есть в случае, если мы выдали документ, скажем так, рекомендующий заменить вывеску и человек это не выполнил, есть возможность привлечь его к административной ответственности. Андрей Анатольевич, ну мы будем действительно надеяться на то, что горожане все-таки у нас предприниматели сознательные, да, и этот процесс будет происходить достаточно хорошо и по обоюдному согласию. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам большое, я тоже на это надеюсь. А я напоминаю, что сегодня с гостях был Андрей Анатольевич Королевецкий, начальник управления архитектурой и городостроительства администрации города Благовещенска. Вы смотрели в центре внимания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова